Добрый день, дамы и господа! Сегодня третий тур чемпионата мира среди женских команд в Астане. И у нас сегодня в гостях представитель сборной Украины Наталья Жукова и тренер команды, капитан сборной Михаил Бродский. – Первый вопрос к капитану команды. Как вы оцениваете ситуацию в турнире? Уже прошло три тура, можно, наверное, о чем-то уже говорить, о форме участниц, о составах команд? – Ну нет, о форме, конечно, говорить еще рано. Все может измениться. Неоднократно бывало, что команда, которая бодро начинала, не так хорошо финишировала. И наоборот, поэтому все еще впереди у всех. – Хотела бы спросить по поводу композиции команды. Мы видим, что Анна Ушенина, чемпионка мира, играет на второй доске. На первой доске играет Катерина Лагно, которая, в принципе, всегда представляла команду последние уже несколько лет на первой доске. Скажите, по какому принципу вообще рассаживают игроков в команде Украины? – Долго обдумали эту ситуацию. На самом деле, она нестандартная. И, конечно, советовались с участницами, прежде всего, чемпионкой мира. Ну и пришли к выводу, что так будет лучше для команды. И командное соревнование, и интересы команды превыше всего. – Сегодня игрался матч против команды Казахстана. Ожидали ли вы такое сильнейшее сопротивление со стороны хозяев? – Да, ожидали. – И мой вопрос к Наталье Жуковой. Уже второй тур подряд получается, что вы самое последнее остаетесь защищать честь команды. Насколько тяжело вообще играть вот с таким напряжением, когда знаешь, что от тебя, по сути, зависит вообще исход матча? – Ну, обычно дух удается перевести после цитнота. И в обоих случаях вчера и сегодня ситуация была в мою пользу. Сегодня вообще выиграно. Вчера, скорее всего, возле равенства. То есть уже однозначная позиция была. А во время матча не удается там сильно подумать, как там складываются результаты общие. То есть настолько все сложно в цитноте, своя позиция. То есть приходится думать о своей позиции, когда после цитнот это уже более-менее ясная ситуация. – Сегодня как бы получилась довольно сложная партия у чемпионки мира Анны Ушениной. Как вот тренер оценивает сегодняшнюю партию ее и насколько тяжело было вообще в принципе сегодня справиться с стрессом во время такого тяжелого матча? – Матч сегодня развивался очень напряженно. Екатерина Лагнов довольно быстро получила перевес и уверенно выиграла. Но на всех остальных досках шла очень вязкая борьба. И исход борьбы, в общем-то, решился вцветнуть. Не могло произойти все, что угодно. И обычно так и происходит. Потому что когда мало времени, вероятность ошибок резко повышается. Например, Инна Гапоненко с традиционной для себя цитноте запуталась и проиграла хорошую позицию. А Наташа, наоборот, сумела тонко переиграть свою соперницу и практически равную партию все-таки довести до победы. У Шениной просто была очень сложная борьба. То есть легко ее оценивать, ориентируясь на оценки компьютера и после спокойного анализа. Но во время матча оказалось, что просто какой-то хаос на доске. И чем это закончится, абсолютно не ясно. То есть матч мог закончиться просто как угодно. Вполне мы могли его и проиграть, и сыграть мячью. И то, что мы выиграли. В общем-то, по тому, как складывался матч, это большая удача. В любом случае, все завершилось хорошо. Мы поздравляем команду Украины. И такой вопрос еще к Наташе. Расскажите, как проходит вообще процесс подготовки и немного, может быть, атмосферы, которая царит в команде. Ведь команда Украины уже давно играет таким составом и играет довольно успешно. Атмосфера у нас, как всегда, отличная. Вы правы, Настя, что мы играем таким составом очень много лет. Поэтому у нас нет проблем. На счет свободного времени его, как всегда, не хватает. Потому что мы приехали на турнир работать, естественно. И, конечно, бы хотелось погулять побольше по Астане. Но, к сожалению, кроме того выходного, что я имела, и чуть-чуть погуляла до ближайших магазинов, боюсь, придется ждать следующего выходного, чтобы что-то посмотреть еще. И еще такой вопрос к Наташе. Известно, что ее муж, Александр Грещук, известный гроссмейстер, скоро будет принимать участие в турнире претендентов в Лондоне. Собирается ли Наташе как-то помогать его, поддерживать и пойдет ли она на это соревнование? Да, он будет принимать участие в Лондоне, конечно. Я, как обычно, буду поддерживать его из дому. Вот, это традиционная наша, он меня тоже поддерживает из дома всегда. Вот, у него, с ним будут тренера, которые будут ему помогать в шахматном плане. Так что, пожелаем ему успеха. То есть, можно сказать, что во время подготовки к партии можно использовать звонок мужу? Ну, конечно, естественно, он используется. Только нужно еще пройти небольшую прослойку. Дочка обычно берет трубку, и невозможно спросить что-то у Саши про шахматы, пока она не поговорит со мной. Спасибо большое за участие в пресс-конференции. Желаем удачи украинской команде. Спасибо.